В Беларусь планируют завести 45 тысяч иранских автомобилей Сайпа. Сильные новости узнали, что об этих автомобилях думают специалисты. В Гомеле вода поступила на набережную, и уровень продолжает расти. А белорусы на алкоголь и сигареты тратят в 5 раз больше, чем на образование. 6 апреля на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! В Беларусь планируют завести 45 тысяч иранских автомобилей Сайпа. Сильные новости узнали, что об этих моделях думают специалисты. Несколько недель назад появилась новость, что в течение трех лет иранский концерн Сайпа собирается поставить в Беларусь 45 тысяч машин. Это, конечно, любопытно, учитывая, что в нашей стране почти никто не в курсе, что это за Сайпа и с чем ее едят. Сильные новости решили узнать мнение специалистов и расспросили об иранской марке тех, чья работа непосредственно связана с автомобилями. Присматривайте себе авто, читайте наш материал. Ссылку мы оставим в первом комментарии под этим видео. Вода в Гомеле уже на набережной. Фото сильным новостям прислал читатель. Оно было сделано сегодня примерно в 7 утра. Насколько же вырос уровень? Еще плюс 24 сантиметра за сутки. К слову, опасной считается отметка 500 сантиметров над нулем поста. По состоянию на сегодняшнее утро, уровень воды в Саже достиг 589 сантиметров. А это уже больше уровня прошлого года на 12 сантиметров. Продолжая тему. Ситуация с паводком в монастырьке становится все более серьезной. Теперь в микрорайоне будет дежурить маневренно-поисковая группа освода. Вчера стало известно о решении комиссии по чрезвычайным ситуациям запустить в монастырьке работу круглосуточного поста освода. Сегодня в микрорайон приехала маневренно-поисковая группа. Сообщается, что ситуация может измениться в считанные часы. Дело в том, что паводковые воды Сажа уже вплотную подобрались к дамбе. А в некоторых местах и вовсе ее превзошла. Если скорость поступления воды увеличится, то ситуация может меняться каждую минуту. Возводе заверяют, что контролируют происходящее и в случае чего готовы помогать жителям. А в Гомеле на перекрестке Интернациональный и проспекта Ленина разгуливала женщина. Все бы ничего, но в этом месте нет пешеходного перехода. По словам читателей сильных новостей, она несколько раз меняла направление своего движения. К счастью, все закончилось хорошо, но не пытайтесь такого повторить. Прямо из Хокбартса. А в Гомеле заметили редкую сову. Такую сову, а это длиннохвостая, неясыть. А в Гомеле раньше видели аж в 2006. Орнитологи уточнили, что этот вид сов распространен в северных лесах страны. На Полесе такие совы почти не встречаются. В этот раз редкую сову заметили в одном из дворок на проспекте Октября. Внимание коммунальщиков привлекли разголдевшиеся вороны. Оказалось, что они ведут себя так, потому что высоко на дереве сидит еще одна птица. А встретить такую красоту в Гомеле большая редкость. Если у совы нет видимых повреждений и она сидит высоко на ветке, то помощь ей не нужна. То есть трогать ее не стоит. Ни ловить, ни сгонять, ни тем более кормить. Ничего этого делать не нужно, говорят орнитологи. К новостям страны. Белорусы на алкоголе сигареты тратят почти в пять раз больше, чем на образование. Структуру потребительских расходов опубликовал Белстат. В этом году белорусы тратят на сигареты и алкоголь 4,58% всех потребительских расходов. Это больше, чем расходуется на кафе, рестораны и гостиницы 2,85%, спорт, отдых и культурные мероприятия 3,87%, образование – 0,94%. Из алкоголя белорусы чаще всего предпочитают ликер, коньяк и слабоалкогольные напитки. В целом на это уходит 36,84% всех денег. В кредитные истории белорусов включат данные о рассрочках. В случае, если изменения в закон о кредитных историях будут приняты, в кредитные истории белорусов добавят информацию о рассрочках и отсрочках платежей по договорам оказания услуг или оплаты товаров. Парламентарии считают, что таким образом появится возможность более точно оценивать кредитоспособность физлиц. Похожая практика существует в России и Казахстане. Мобильные операторы, интернет-магазины и ритейлеры должны будут сообщать Нацбанку о покупателях, которые купили товар в рассрочку, а также покупках или оказании услуг. Ну и о пикантом. В Витебской области задержали сутенера. Ему 52 года. Выяснилось, что мужчина использовал пятерых женщин в возрасте от 28 до 44 лет. Для занятия проституцией. А также предоставлял им помещение для этого сомнительного заработка. За одну встречу жрицы любви получали от 50 до 100 рублей. В ходе обыска у задержанного нашли более 2,5 тысяч долларов и 10 тысяч российских рублей. Известно, что горе-сутенер ранее был судим за грабеж и хулиганство. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра.